20-й Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, Раби, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Что же Иисус пытается здесь научить? Он проговорил к смоковнице, и ничего не произошло с ней. И ученики наблюдали, почему Иисусу сегодня нет силы? Почему ничего не происходит с деревом? И так же, как люди говорят, может быть, обо мне или тебе. Он продолжает это говорить, но ничего не происходит. Иисус сказал, ничего не произошло. Но утром они проходили мимо. Они даже не ожидали никакого чуда. Я еще расскажу. Они даже не ожидали чуда. Я третий раз скажу. Они даже не ожидали чуда. Вот что происходит, когда ты говоришь. Ты продолжаешь исповедовать. Продолжаешь исповедовать. Продолжаешь исповедовать. Никто не ожидает чуда. Даже иногда ты сам не ожидаешь чуда. Но внезапно Рави дерево высохло. Вот что происходит, когда ты продолжаешь говорить. Посмотрим, что дальше случилось. 22. Это был ответ Иисуса. Иисус отвечает и говорит им, имейте веру в Бога. А в чем связь между деревом и верой? Вот в чем урок. Имейте веру в Бога. О, Иисус! Дерево высохло. Иисус сказал, я не удивлен. Вы удивлены. Потому что, когда я это говорю, даже перед тем, как я это вижу в физическом мире, я увидел это в духовном мире. Потому что именно такова вера Божья. Да будет свет и стал свет. Как же это произошло? Библия говорит, что называет то, чего нет, как если бы оно было. Когда Он проговорил дерево, Он назвал дерево, Он поверил Ему высохнуть. Но Он ожидал увидеть то, что Он сказал. Многие христиане не ожидают увидеть то, что они сказали. Да, я говорил с многими людьми. И люди как бы пытаются иметь веру. Но есть уровень веры, который ты получаешь с Богом. что если погибну, то погибну. Я говорю это, Бог это сказал. Вот и все. О, но я по-прежнему болен. Ну что ж, это дерево тоже не сразу сохло. Но однажды ты будешь проходить мимо. Они проходили мимо этого дерева. Однажды ты также пойдешь на рентген. И внезапно не сме не со мной, но где, ты употребляешься. Продолжение следует...